Наталья Широкова. Да, я здесь. А вот, Наташ, приветствую. Здравствуйте. Руководитель фандрайзингового отдела благотворительного движения «Искорка фонд». Вот, ну, Наташи, вот я смотрю, увеличивается число подключающихся, наверное, Наташ, прямо на твое выступление идут, как удерживать доноров и, да, повышать их лояльность, ну, как, в общем, устраивать партнерство с теми, кто нам так сильно нужен. Да, я еще очень хочу показать презентацию, вот, если это возможно. Конечно, нужно прямо тыкнуть, демонстрацию экрана, и все должно получиться. Да, я могу, да, и показывать, хорошо. Сначала я расскажу, всегда же важно, мы вообще затевали благотворительные турниры, я буду рассказывать именно о них, благотворительные турниры, как фандрайзинговое мероприятие. Со временем, подсчитывая всю эту историю, мы поняли, что это не фандрайзинговое мероприятие, потому что оно не окупается настолько, насколько нам бы хотелось, я имею в виду, мы не уходим в ноль, нет. Но, например, если брать 200 тысяч привлеченных, 1050 мы, ну, как бы на организацию тратим, с учетом всех-всех-всех истории часов сотрудников, вот это вот все. Я такая говорю, ой, это вообще не фандрайзинг, это пиар, мне говорят, но так хорошо откликаются все компании. Я вообще хочу сказать, что все начиналось в 2013 году, в 2014, с боулинга, это был первый турнир, турнир по боулингу в день защиты детей, вот онкологических больных. Это 15 февраля, в календаре такой день, вот. И мы как-то собрали с трудом компании, я подхватила эту историю с турнирами и началось. Я так искала компании, писала все заново, я к чему хочу сказать. Вот сейчас нашему турниру по боулингу 10 лет получается, не 10, 9, 8, вот. И сюда уже идут компании охотно, то есть я не бегаю с выпученными глазами и говорю, давайте поучаствуем. У меня наоборот, давайте вы примете участие в следующий раз. То есть есть прогресс за это время, что люди, разговаривая друг с другом, различные компании, рассказывая о наших турнирах, получается так, что люди хотят туда попасть. Это первый, как бы, такой успех. Второй момент. Мы начали развивать не только боулинг, а думать еще в различные стороны. Например, у нас таким образом появился турнир по картингу. То есть тоже человек увидел, что проводят турниры по боулингу и как партнер пришел к нам. У него карты, и он говорит, что я проведу все на мне. Бензин, площадка, все, люди все мои, давайте только со мной. Мы говорим, окей. Как появился турнир по картингу? Затем был благотворительный турнир по футболу и потом караоке-турнир. Вот у нас сейчас действующих четыре турнира, и я готова показать их вам в действии. Причем мы, значит, сейчас так-так-так-так-так-так поделиться только вот чем. Сейчас я, наверное, не так что-то делаю. Сейчас вот-вот-вот. Это мы назвали корпоративная благотворительность. Всем видно, да? Я запустила демонстрацию? Скажите мне что-нибудь. Я себя вижу. Запустила, запустила. Все нормально. А, ну ладно. Ну все, поедемте. Итак, корпоративная благотворительность в пользу благотворительного движения из кракофон. Что мы? Мы, значит, рассказывали на первых слайдах о нашем фонде, сколько мы существуем. Это мы придумали историю. Вот эта презентация родилась. Знаете как? Мы придумали историю. Запустить, раз у нас четыре благотворительных турнира, запустить сертификат рыцарей доброты. И предлагали компаниям выкупить сразу сертификат на все четыре турнира. Мне понравилось, как сказала Марина Евгеньевна, рассказывать надо и о провалах тоже. Сертификат у нас никто не купил. Но нам почему-то все сказали, сертификат нам не нужен, но четыре раза в год мы участвовать будем в ваших благотворительных турнирах. Ну ладно, хотя бы так. В общем, мы представляем вам боулинг. Это очень классная история, потому что каждый раз мы придумываем какую-то свою тему. То у нас ковбои и индейцы, то у нас красная дорожка и это вручение Оскара. Ну то есть какие-то вот такие вот тематические обязательно вечеринки. От компании приходит команда, платит за это, естественно, организация, но не всегда. Бывают люди, которые готовы вложиться, организовать свою команду друзей и прийти на турнир. Были у нас случаи, когда приезжали из других городов, потому что была поддержка именно земляка, девочки из МИАСа. В Челябинск приехала команда из МИАСа, чтобы сыграть в боулинг в поддержку этой девочки. Следующий картинг-турнир, он проходит у нас летом. Это всегда, ну, очень классная история, потому что это не просто погонять на картах. Мы туда включаем еще стрельбу и включаем туда третий дополнительный этап. Например, катание на самокатах. То есть есть жесткая такая борьба на картингах, есть стрельба четко по целям. И есть вот, ху, выдохнуть, и они на самокатиках проезжают какую-то трассу. Всем весело, все смеются. Ну, хотя бы какая-то разрядка. В этом году мы включили, думали, это будет разрядка, оказался самый сложный этап, веревочная трасса. Вот это вот между деревьями, они все ползли, члены команды, но ощущения невероятные тоже испытали. Вы сейчас смотрите, это цены, я бы сказала, двух лет назад. Конечно, у нас сейчас в картинге 20 тысяч команды мы собираем. И у нас еще так построено, что 15 февраля мы обычно собираем на какого-то ребенка. Картинг у нас помогает социальному такси. Ну, то есть мы хотим все-таки тематически, вот погоняли люди и помогли детям доехать до больницы. Следующая история – это благотворительный футбол. И он у нас идет в поддержку спортивного мероприятия, семейного. Как бы футбол-спорт, и то спорт. И мы его отдаем все средства на организацию спортивного мероприятия для семей после лечения. Тоже так же, оказалось, футбол играют почти все компании и организации города. Я даже удивилась. У любого завода есть своя спортивная команда. И чаще всего это футбол. Поэтому, но тоже во главе вот с нами вместе организации, это стала женская футбольная команда. Чем тоже классно помогают нам, потому что женщины в этой футбольной команде все высокие и красивые. Они еще занимают посты директоров в основном, каких-нибудь небольшого, малого и среднего бизнеса. Это у них хобби такое – женский футбол. Поэтому они, каждая, становятся на какую-то команду организации и ведут их, получается, до финала игры. Это, я хочу сказать, что мы не проводим полноценный, огромный турнир с кучей времени. Это мини-игры. Делим поле на четыре части, и вот они у нас играют до победителей. И есть у нас караоке. Видите, сразу мужчины сменяются на дам. Это такой женский вариант турнира. С удовольствием приходят к нам женщины, организации, и они красивые поют песни. Вот. И я говорила, что мы предлагали сертификат «Рыцарей доброты» все турниры на один год, но предлагали еще бонусы. Когда выкупаешь весь пакет, мы предлагали тренинг по йоге «Смеха» совместный творческий мастер-класс с бонусом или выезд в компанию с анкетированием «Стоу Прак». Очень такая серьезная история, которую мы проводим со взрослым населением, протестировать себя по анкете, которую организовал сам врач-онколог. Написал ее. И как бы мы вот предлагали, например, проекту «Диагностика» помочь, писали, что этот за проект, показывали, сколько средств он тратит в месяц, расписывали прям все досконально. Ну и вот предлагали заявиться. Вернусь к началу. Я люблю перескакивать с места на место. Вот. В плане чего? Вернусь к началу, как мы поняли, что это лояльная история, а не фандрайзинговая. И вообще, когда я говорю, это не фандрайзинг, давайте закругляться. Мне говорят, да ты что? Компании пишут такие отзывы. Они просто счастливы. Они потом становятся жертвователями. То есть, так или иначе, каждый игрок вовлечен в процесс благотворительности, получая прекрасные, удивительные эмоции. Люди, вот говорю, с нами задерживаются, остаются, и компании потом помогают в чем-то другом. Уже мы обращаемся совершенно спокойно, потому что вот такое вот времяпрепровождение совместное на мероприятии, оно, конечно, дорогого стоит и выстраивает прекрасные взаимосвязи. Вот это я могу рассказать и поделиться тоже презентацией. Или вот, например, я еще могу поделиться сценарием караоке-турнира. Тоже у нас есть. Как вот вообще проводить его, с чего начать и какие песни петь, и вообще, как это все происходит. Могу поделиться сценарием, можете проводить у себя. Это классные истории, классная штука. Вот. Могу теперь отвечать на вопросы, если они есть. А, кстати, конечно, нам хотелось расширять, еще нам хотелось дико еще какие-нибудь турниры. Вот хочу сказать, что турнир по стрельбе почему-то не зашел, а еще не зашел один турнир. Мы его вот по одному разу и тот, и другой провели. Думали, так хорошо пойдет турнир переговорных технологий. Причем у нас есть в городе клуб переговорных технологий по методу Тарасова. То есть вообще. Но, как оказалось, люди боятся в таких турнирах принимать участие. Вдруг мы будем выглядеть глупо, как-то плохо будем работать в стиле переговорщиков. То есть три компании только заявились. Агентство недвижимости, потому что они в принципе владеют, видимо, этим навыком, и им нормально. И вот остальные просто мы туда заманили на Аркане практически. Все боятся переговоров. Хотя могли бы поучиться. Причем призы такие были довольно-таки хорошие. Вот два турнира, которые почему-то никак не получились. Спасибо. Но, наверное, здесь все-таки, если посмотреть, люди хотят отдохнуть, а вы их хотели заставить учиться на турнире, это еще и можно в глупое положение попасть. Да еще и денег хотите. Ну, то есть много чего хотите. Денег. В глупое положение можно попасть. Напрягаться надо. Можно. А можно получить обратную связь. Я сама играла в переговорные, ходила в этот клуб и училась в переговорном технологии. Очень интересненький опыт, хочу я вам сказать. И ситуации интересные придумывать же можно. Наоборот, я такая думала, ну вот я чисто не про деньги даже думала, а мы писали туда истории, которые бывают, возникают у бизнеса и НКО. И как, например, вот ты получаешь, по сути, готовый кейс такой отработанный от людей, когда директор приходит, а ему говорят, ты что, ко мне в карман залезал? Ты чего меня так много просишь? И вот как выруливаетесь из этой ситуации. Вот, реально какие-то пытались писать истории, которые возникали у фандрайзеров, теми, у кого не просят деньги. Спасибо, кстати, за пример. Мне кажется, что это вот важно. Наташа сейчас сказала несколько вещей по поводу того, что когда нам кажется, что это может быть круто, совсем не значит, что это может быть круто для наших потенциальных партнеров или тех, кого мы хотим заманить. То, что мне нравится, совсем не значит, что понравится и всем остальным. Поэтому, конечно, когда мы строим партнерство, очень важно смотреть на их интересы в первую очередь и проверять, и уметь отказаться от того, что мы напридумывали. Потому что мы же как маньяки, мы придумывали что-то хорошее. Поэтому на Аркане пойдете, все равно заставим в переговорах участвовать. Пойдемте, да, заманили. Да, да, да. Вот, спасибо большое. Пойдем. Марина. Да, я хотела бы, знаете, поделиться вот чем. Мы, я как написала в предыдущем чате, мы работаем с подростками и обучаем их предпринимательству. Так вот, мы начинаем наш вообще курс с техники речи, с культуры речи. И учим, что ни один человек не сможет быть бизнесменом, если он не умеет разговаривать и общаться. И когда дети приходят и начинают родителям рассказывать, родители тоже хотят поучаствовать вот в такой программе. Да, спасибо большое. Безусловно, вопросы коммуникации крайне важны. Давайте вернемся к теме партнерства. А вот, Наташа, я хотела спросить, вот на самом деле одна из важных вещей, которые вы говорили, что вот к нам пришли и говорят, мы все организуем, давайте сделаем турнир, мы готовы все сделать под ключ, только давайте сделаем. Вот на самом деле, как вы думаете, что сподвигает людей приходить с таким предложением? Потому что, ну, я думаю, что многие из нас готовы были бы организовывать какие-то турниры, но всех пугает вот эта необходимость решать организационные вопросы. У многих из нас просто на это ресурса не хватает. Вот как заполучить этих партнеров, которые за нас половину работы сделают, а мы потом на этом турнире денег соберем? Я вообще хочу сказать, что, конечно, это вот единственные такие волшебные партнеры, которые пришли к нам сами. И боулинг, и тот же самый... Вот смотрите, сейчас расскажу. Боулинг мы берем в аренду, но берем со скидкой. Сами договариваемся, да, с площадкой. У нас была ситуация с площадкой, которая нам не понравилась, они просто такие цены. Мы говорим, да, ребят, ну что, благотворительность, они говорят, ну и что? С вас вот такая вот сумма. И мы вообще выиграли тогда, но мы решили больше на этой площадке не просто ходим и ищем площадки дружественные, которые разделяют, как говорится, ценности. Потом то же самое, вот, например, а по футболу тут взаимодействие уже идет на уровне даже власти. То есть мы не идем к коммерческим структурам, мы идем в Министерство спорта и говорим, «Друзья, давайте стадион, стадион нам предоставляют бесплатно. Службы все на стадионе работают бесплатно». То есть вот такая вот история взаимодействия с городом. И мы приглашаем туда представителей Министерства спорта. Вот Сычар, по сути, взаимодействие. И по футболу. Футбол я рассказала. И караоке-турнир – это тоже ресторан, по сути, караоке-бар, который тоже предоставляет нам безвозмездно в аренду. Мало того, мы еще договариваемся, что в баре, когда будут пить напитки, мы договариваемся о том, что 50% идет тоже в поддержку фонда. Было раньше 75, наступили тяжелые времена, а теперь 50, но тем не менее. 25 вернули обратно. Да, было 75 нам, а 25 себе, а теперь 50 на 50. Просто искать таких вот партнеров. Их, мне кажется, много в городе. У нас очень много. Вот чем вы их заинтересовываете? Именно они разделяют ваши ценности? Или у них есть еще какая-то профит какой-то от того, что они вас пускают? Мы приглашаем телевидение, но они не всегда приезжают. Но мы отчаянно все время пишем везде, на всех своих социальных ресурсах. И, в принципе, в пабликах городских также стараемся написать про партнеров. Но это единственное, мне кажется, что мы можем предложить. Ну и как бы заведение очень многие заинтересованы, чтобы люди к ним тоже приходили потом. Играть в боулинг, петь песни. Это тоже возможность посмотреть, оценить историю вот эту вот. Когда за тебя платят организации, ты приходишь. И, кстати, история такая вот тоже есть. Во многих организациях турнир является, наш турнир является поощрением за какую-то деятельность. Например, у нас есть птицефабрика, Чебаркульская птица. Вот они по итогам работы выдвигают туда именно тех, кто хорошо трудился вот на такой вот отдых. Тоже стимул для вечера дела поговорить о том, что профсоюз медицинских работников у нас тоже стал великими. Их так много оказывается. Вот, ребят, где брать команды? Оказывается, профсоюзы у крупных организаций, они с удовольствием вот такие вещи, чароделы берут и говорят, о, здорово, готовое мероприятие. Это мне тут недавно сказали. Конечно, Наташ, за 20 тысяч ты им даёшь видеоматериалы, ну, видеографы работают, пакет фоток классных ты даёшь, и ещё мероприятия. Конечно, почему бы и нет. За это они бы заплатили. Что же, кстати, сказать прекрасное? Очень много бы денег. Сами бы они и убили бы это сделать. Конечно, на такую вот корпоративную благотворительность. Мне кажется, сейчас многие себе записали профсоюзы. Что-то мы не всегда про них. Да, кто записал профсоюзы? Профсоюзы просто. Молодцы. Вот. Отлично. Ещё один вопрос, Наташ, минутка у нас осталась. Да. Скажи, пожалуйста, вот ты сказала, что когда они поучаствовали в турнире, получили вот эти эмоции, и многие из них остаются, становятся донорами, в том числе, наверное, и частными донорами могут становиться. Как поддерживать, вы поддерживаете партнёрство с ними дальше? Вот он отыграл, чтобы он не потерялся. Вы как с ними выстраиваете отношения дальше? Да, мы стараемся брать на таких турнирах, во-первых, имейл-адреса и интересуемся. Давайте вы посмотрите на нашу рассылку. Она приходит нечасто, есть возможность отписаться. Мы постоянно рассказываем про автоплатежи. То есть как можно больше даём информации о том, как можно помогать, легко, не задумываясь, ну вот автоплатёж мы обычно двигаем на таких вот мероприятиях, или рассылку, подписаться на рассылку. Вот. И я хочу сказать, что вот как, как сказать, как результат такой работы, я могу сказать, мы пригласили одну компанию, они вот так же увидели, что будет боулинг, пришли. И вот с того времени, с февраля месяца, они два раза уже пожертвовали, 200 тысяч от них пополучили на поддержку детей. Да. Вот такая вот история. Они подписались, потому что на рассылку, на боулинге дали свой адрес. И теперь наблюдают, когда на детей мы просим деньги, они дают их. Спасибо. Спасибо огромное. Вам спасибо. Если вдруг есть ещё вопрос, можно поднять руку и спросить. А ещё лучше прям поаплодировать. Мне кажется, прям все зарядились, ха-ха, и вот точно все бежим в профсоюзы. Профсоюзы ждут наших мероприятий. Вот. Они прям жаждут нам заплатить денег, чтобы мы вместо них поработали. Ведь что такое партнёрство? Это когда кому-то что-то надо, а мы можем. А нам от них денег надо. Да. Тоже прекрасно работать. Спасибо. Спасибо огромное. Сценарий от дам Марине Евгеньевне вышлю, и она разошлёт всем остальным. Всё. Спасибо. Вот за сценарий отдельное спасибо, потому что не все могут накреативить, а списать мы все умеем. Отлично. Давайте. Всего доброго. Спасибо большое. Спасибо большое.